Поехали. Господин президент, анализируя переписку с вами и Генеральной прокуратурой, вынуждены констатировать, гаранту Конституции назначенному имя Генерального прокурора господина Чайки абсолютно безразлично участь миллионов граждан. Сколько я работаю в редакции, 10 лет, ну практически, да не практически, а все это время руководил Путин. Не то, чтобы сказать, чтобы сразу его там возвела в какой-то, да, черный список, но абсолютное бездействие и безучастие, во-первых, в проблемах граждан, то, что у нас сегодня власть принимает решения только так, как ей нужно, и в каких-то там спорных вопросах всегда не в пользу граждан, и при этом, сколько бы ты ни обращался к президенту, он не реагирует. Ну, наверное, вот это вот стало каким-то таким ключевым моментом. В моей борьбе с прокуратурой мы хотели, чтобы провели действительно качественную проверку в отношении прокурора. Все мои письма направляются обратно вниз к прокурору, то есть проведи проверку в отношении себя сам. Это уже издевательство. Дело действительно возбуждено в отношении клеветы на правосудие и рассматривается еще на предмет разжигания межнациональной розни и мое заявление, опубликованное в интернете. Расскажите, пожалуйста, что вам не нравится в деятельности Путина и к каким последствиям приведет внешняя и внутренняя политика, которую он проводит? Его политика уже, наверное, привела к последствиям, которые мы сегодня видим. Благосостояние людей только падает. Сегодня мы видим, что здравоохранение практически недоступно для граждан, то есть в больницах нет не то, что там медикаментов, нет даже расходных материалов. Те обязательства, которые у нас есть в Конституции, сегодня, на мой взгляд, не выполняются. Если не Путин, то кто? Я вам тоже, наверное, не отвечу сегодня на этот вопрос. Всех, кто пытается как-то противостоять сегодня власти и пройти на политическую арену, как у нас говорят, их или сажают, или убирают из этой игры. Сейчас главная задача у моих противников – это довести все-таки до уголовного дела, чтобы меня в дальнейшем не пропустить ни на какие уже выборы. Не думаю, что даже если они этого добьются, в моих действиях что-то изменится. Я останусь работать как журналист и буду проводить свою правозащитную деятельность так же и дальше, с таким же успехом. Как оказалось, радости у людей очень мало. В основном все стали идти с проблемами. Ну, минуточку, сейчас я вам сиденье перейду. Подождите меня. Добрый день. Вы проясните ситуацию, что с мужем случилось? На него завели уголовное дело. А он у меня самый настоящий педагог. Никаких отношений к деньгам, к чему-то. Никакие договора он ни с кем не заключается. То есть он у вас работает в колледже? В каком-то? Он работает в колледже преподавателем. И вот обратились из Брянского аэропорта, направили каких-то там сотрудников своих на это обучение. Вот, преподаватели отчитали, соответственно, лекции. И спустя год вдруг выясняется, что эти сотрудники аэропорта получали зарплату, якобы никуда не выезжали, ну, и, соответственно, обучение не проходили. Тем не менее, то есть они посетили эти лекции и, соответственно, какая вина преподавателя. После этого уже бухгалтерия начислила им какие-то там денежные средства. На самом деле они были смешные, там где-то в размере трех тысяч, может быть, чуть больше, за которые их теперь и привлекают, собственно говоря, к ответственности. Выставить эти участки на аукцион, приличные деньги в бюджет города. По нескольким схемам администрация их, как я уже сказала, передает, значит, конкретным людям и организациям. Мы добивались того, чтобы возбудили уголовное дело в отношении Булгакова, это руководитель комитета по управлению имуществом городом. Нас услышали, дело возбудили, но не в отношении конкретных лиц, а по факту незаконного передачи земельных участков. Администрация раскаялась, признала, что они поступили незаконно, но согласилась вернуть эти участки городу. И сегодня, как нам кажется, просто затаились и ждут, когда шумиха умолкнет. И, в общем-то, эти участки, как были переданы своим людям, так и останутся в их руках. В городе мало мест для прогулок с детьми, а в этом районе вообще нет ни одного ни парка, ни сквера, ничего, ни площадки детской, где можно было бы поиграть, погулять с ребенком. Все ближайшие парки нужно добираться на транспорте. Соответственно, с маленьким ребенком это тащить игрушки, велосипеды, самокаты и прочее, это, конечно же, очень неудобно. Было очень хорошее место возле бывшей второй поликлиники детской, где можно было бы устроить замечательную детскую площадку со сквером. Его отдали под застройку высокомногоэтажного дома. Родилась я в Казахстане, город Абай, маленький городок с градообразующим предприятием, швейная фабрика Абайская, ну и, соответственно, все женское население работало на фабрике, все мужское на шахтах. Когда случился, собственно говоря, развал Советского Союза, фабрика закрылась, шахты половину практически тоже перестали функционировать, можно сказать, город стал вымирать. Год мы прожили без воды, света, тепла и еды фактически. Да, это как бы... Ну сейчас, конечно, это вспоминается уже так с долей иронии и романтикой, когда выходили всем двором и готовили на буржуйках там хотя бы что-то, да, грели воду там и так далее. Мы сюда приехали, да, с мамой и братьями. Бежали, было хоть куда бежать, лишь бы было хотя бы чем прокормиться. А чем мама зарабатывала на жизнь? Здесь, когда приехали. Работала где могла, как могла и сколько могла от кондуктора до... А потом в последнее время работала на конвейере, приходила с вот такими опухшими руками. Да, тоже бежит. Простите. Не бояться, не стать активнее сегодня, чтобы их жизнь улучшилась как минимум. Чтобы мы не думали о том, что будут делать завтра наши дети, в какой стране они будут жить, кем они будут работать, смогут ли они учиться вообще и все остальное. Чтобы это была свободная, демократичная страна с перспективами дальнейшей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok